Итак, в этот священный день Шарадия Раса Пурнима в Кали-югу. Для нас Раса Лила означает пение и танцы, према намасанкиртани. Что такое према? Это антитеза каме, от мендрия притиванча тари бали кама. Кама означает удовлетворение своих собственных чувств, когда мы желаем удовлетворять собственные чувства. Но кришнендрия прити ичха. Ичха также означает желание. Дхари према нама. Кришна индрия прити. Итак, что такое према? Это сильное желание удовлетворить чувства Кришны. Когда Кришна при помощи Своей флейты вамши на вамшивате в этот самый вечер на Раса Лиле 5000 лет назад позвал. И это происходит постоянно во прокат Лиле также. Но мы не способны услышать эту флейту. Возможно, потому что Кришна был так очарован красотой Радхарани, что он уронил свою флейту и даже не заметил этого. Он пытался играть и дул в воздух. Поэтому, естественно, его не слышно. Но 5000 лет назад Кришна играл на флейте, призывая всех гопи на Раса Мандалу, на Раса Лиле, чтобы исполнить их желание удовлетворить его чувства. Кришнендрия прити ичха дхари према нама. Сильную прему удовлетворить чувства Кришны. Итак, когда он позвал их, что случилось? Многие из них доили коров, кто-то кормил своих детей или чьих-то детей. На самом деле глава о Раса Лиле в Бхагаватам является сплавом, сочетанием из более чем одной Раса Лилы. Есть целая дискуссия об этом. Прежде всего, у участвующих в Раса Лиле гопи не было детей. Об этом не было и речи. Но, к несчастью, это случилось с некоторыми гопи. Конечно, они превратили эти препятствия, эту свою неудачу, в преимущество. И, по крайней мере, это сильное чувство разлуки, вызванное тем, что их заперли мужья и старшие в комнатах, изгнало все остатки материализма из их сердец. Любые материальные тенденции в их сердце были изгнаны. Но мы должны знать, что есть причина, почему Йога Майя так устроила, что эти девушки были заперты в комнатах вместо того, чтобы уйти, бросив своих мужей, детей, бросить молоко, выкипающее на плите. Однажды Прабхупада почувствовал запах горелого молока из кухни. И он закричал из своих апартаментов в сторону кухни, кто там идет в ад. Потому что жжение молока – это деятельность, противоречащая религиозным принципам, кто идет в ад. Но Гопе не было дела до того, идут они в ад или нет. Пусть убегает и горит на плите. Мы все равно пойдем служить чувствам Кришны. И многие из них, так как у них были духовные тела, и они были уже полностью погружены в интенсивную прему до уровня Махабхавы. От Снехи, Снеха, Праная, Ман, Рага, Анурага, Бхава и Махабхавы. Все эти уровни премы можно осознать только в духовном теле. Почему же некоторых из них заперли в комнатах, чтобы они не смогли пойти на Раса Мандалу? И, может быть, нам следует задать себе тот же вопрос. Почему, хотя Кришна играет на флейте и зовет Гопи на Раса Мандалу сегодня вечером, мы не можем даже услышать флейту? Эти Гопи в Лиле достигли Бхава Ситхи в прошлой жизни как мудрецы Дандакарани. Продолжение следует...